Чтение заинтересовало Владимира Бугрова, когда ему было лет семь. Увлечение переросло в школьную программу, и с годами для него это стало делом жизни. Окончив Институт культуры, он поступил на службу в Московскую государственную академическую филармонию, где сегодня занимается вымирающим видом творчества, художественным словом. Продолжает дело великих мастеров этого жанра. Кто меня первым прослушал, это Ян Армазоров. Он мне сказал, что я в тебе вижу себя, поэтому не подведи меня. И когда я что-то читаю уже много раз, постоянно хожу что-то новое. И почему классика, говорят Пушкин, Александр Сергеевич, он же на все времена. Они классики, они видели вот наше время уже тогда. И это все потрясающе. Владимир Бугров любит делиться своим творческим опытом и ведет театральный кружок в Центре гармонии, где вместе с юными талантами ставит спектакли и снимает мини-видеоролики. А этим летом решил опробовать новый формат, в рамках которого в Разилковской библиотеке проходят встречи с детьми. Артист читает школьникам рассказы известных авторов. Эти встречи очень важны, потому что мы же пропагандируем книгу и чтение. Мы привлекаем детей в библиотеку. Потому что если ребенок с раннего возраста начинает приходить к нам, он остается у нас, ну можно сказать, до глубокой старости. Сегодня встречу посетили воспитанники старшей группы детского лагеря «Факел». Их артист познакомил с творчеством известного советского писателя Сергея Михалкова. Он прочитал для них рассказ «Праздник непослушания». Я, кажется, грибал в сторону. Голосик у него посинел, на ресницах выступил ими. Ну, может, мы с собой возьмем то, что мы еще не дали, предложила ей репка. Он тоже дрожал, купил десятый порций мороженого. Мы первый раз видим этого актера, и он очень смешной. Он запоминает, но очень понравился. Это можно назвать театром одного актера. Владимир Бугров настолько эмоционально рассказал ребятам сказку, что смог вовлечь в процесс каждого гостя. Он менял роли, голоса, интонации. За час ни разу не присел. Из поучительного рассказа ребята вынесли для себя много важного. Надо в жизни быть хорошим мальчиком и послушным быть. Там была еще и девочка. Девочка тоже. Ну, все должны быть хорошими. Меня больше всего удивило в этом рассказе, что дети начали курить и потом задыхались. А так делать нельзя, из-за того, что можно умереть. В раннем возрасте курить нельзя. Друзья себя вести плохо. А еще было очень смешно, что они только так тюбиком обмазали в синий цвет. Потом хотели его в желтый обмазать. Такие встречи теперь будут проходить регулярно, на которых с творчеством артиста Владимира Бугрова местные школьники смогут познакомиться более подробно. Юлия Погосян, Николай Карбанов, Ульга Садовская, ВиднетВ.